Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Соседи-клеветники, думаю, я не первый, кто пострадал от этих фантазий. Однако кто-то не пострадал и верит, все равно неприятно. Хоть и лучше всего смеяться в лицо и поддакивать, а не возмущенно доказывать неправоту клеветника. Получается, по итогу борьба с вытранными мельницами подскажите наиболее эффективную линию поведения. Ну, наиболее эффективная линия поведения является та, которая, скажем так, вполне всего отращает ваши ценности. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что я не первый, кто пострадал от их фантазий. А как конкретно вы пострадали от клеветы? Потому что, если вы пострадали от клеветы, то клевета является, вообще-то говоря, преступлением. Вот. И за клевету можно, в принципе, подать в суд, если у вас есть доказательства. Порочишь из чести и достоинства личности и сведения являются незаконными, являются преступными. Соответственно, человеку можно за это привлечь к ответственности. Но давайте, в первую очередь, наверное, посмотрим на то, как именно вы пострадали от клеветы. Вот. Потому что... Это очень такой важный момент. А если вы пострадали, да, то как? Вот. Вам, вот, в том, что вы пострадали, то есть в ущербе, тоже можно разделить на несколько частей этот момент. То есть можно сказать, что клевета наносит ущерб препятствию, наносит ущерб, связанный с потерей выгоды какой-то, да, потерей какого-то дохода. И можно сказать, что клевета наносит ущерб, ну, вот, психологический, да, какой-то. Поэтому если вы, допустим, чувствуете, если вы чувствуете, что вам ущерб был нанесен именно психологически, вот, то есть если вы именно вот психологически чувствуете ущерб, который вам был нанесен, то необходимо, а это проработать, то есть негативные чувства, которые у вас есть, нужно прожить. Вот, и болезненность, собственно, вас как-то вот покинет, да, то есть она не будет, ну, вам не будет больно. А какие-то элементы, какие-то элементы своего поведения вам нужно будет подкорректировать, вот, ну, какие-то моменты свои поведенческие вам нужно будет подкорректировать. Возможно, вам понадобится подкорректировать свое отношение к себе. Это тоже очень такой важный момент, да? Вот, и научиться, конечно же, научиться реагировать на эти вещи. Как? Ну, во-первых, посредством внутренней опоры на себя. Это первое. Опоры на себя являются главным инструментом для реакции на крипту. Если вы уверены в себе, если вы знаете, чего вы хотите, если вы понимаете, куда вы идете, если вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете, никакая крипта вам страшна не будет. Это одно, это первое. Второе, необходимо понимать, что крипта появляется ввиду отсутствующей информации у людей. То есть люди начинают, так скажем, клеветать, а когда у них мало информации о вас. Типа там. Типа там. Вот. То есть, когда человек не обладает всей полнотой знаний по какому-то, ну вот, вопросу, да, по какому-то вот интересующему, интересующему, его, ну, факту, скажем, скажем так, вот, то, как раз таки появляется такая история. Как раз таки. Как раз таки. Как раз таки появляется такая история, что люди начинают что-то придумывать, люди начинают вот что-то, ну, от себя там добавлять, да, какие-то вещи и так далее. То есть это вот очень такая, на самом деле, это очень неприятная правда история. Вот. И вряд ли вы можете что-то поделать с тем, чтобы это изменить, совершенно вряд ли. На мой взгляд, на мой взгляд, вы ничего не можете с этим поделать. Вот. Поэтому здесь нужно только предоставлять, что называется, предоставлять максимально большую информацию, максимально полную информацию о себе вот из числа той, которую вы хотели бы, которую вы могли бы предоставить. это, в принципе, все, что вы можете здесь, на мой взгляд, сделать. Да? Ну, вот. То есть это вот, ну, такая вот история, да, она, я повторюсь, она неприятная, эта история, ну, вот. Как бы, тут вот варианты, в данном случае вообще, ну, Людей во все равно не поменяется. А также необходимо понимать, на мой взгляд, да, необходимо понимать, что человек, который, ну, говорит, такие вещи, человек, который, вот, говорит что-то про другого, распускает сплетни, клеветует и так далее, он говорит про себя, вот, что он транслирует какие-то мысли, про него самого, про него самого, транслирует какие-то, какие-то мысли. Вот. Вот. И на мой взгляд, вот, ну, на мой скромный взгляд, если вы постараетесь заметить, что человек говорит, да, то есть, ну, грубо говоря, вот, что он транслирует, что он пытается транслировать вам. Вот. Вот. Что вы какая-то, что вы какая-то, какая-то, какая-то. Посмотрите внимательно на, на его жизнь. Посмотрите внимательно на то, как человек живет. Посмотрите внимательно на то, как человек, ну, скажем так, да, организовал, организовал, вот, как человек организовал свою, ну, свою жизнь, да, вот, свой какой-то быть в этом смысле, вот, как человек, значит, ну, вообще себя ведёт, вот, понимаете, там, насколько он удовлетворён, этот человек, этот человек, вот, насколько он счастлив, вот, чего ему хлопает, чего ему не хлопает, и мне кажется, мне кажется, что вы увидите, вот, мне кажется, так, по крайней мере, что вы увидите, и увидите довольно, довольно, ну, довольно быстро, мне кажется, что вы увидите, что он говорит про себя, этот человек. Он говорит именно про себя, он говорит про свои какие-то про свои какие-то потребности, да, про свои какие-то проблемы, он говорит, вот. И, в принципе, вам будет легче воспринимать это, вам будет легче, ну, к этому как-то относиться, вам будет легче это делать само собой. Вот. Это такой момент. Естественно, что ситуация, в которой вы оказались, да, вот такая вот история неприятная, она вскрывает, как бы, она вскрывает, вскрывает, эта ситуация вскрывает какие-то вот слабые места ваши, ваши какие-то слабые места. То есть она, эта ситуация вскрывает ваши противоречия, эта ситуация вскрывает какие-то ваши, какие-то ваши, ну, нерассмотренные вами моменты, она вскрывает то, что вы, то, чего, точнее, вы их избегаете, вот. Она вскрывает то, чего вы пытаетесь, там, например, не замечать, да, вот. Вот это всё, эта ситуация вскрывает. Поэтому, то, что вам неприятно, вот именно то, что вам неприятно, на мой взгляд, вот, по моему мнению, то, что вам неприятно, связано как раз так и с тем, что, вот, что-то задели вас, да, что-то задели вас, задели какие-то струны ваши, задели какие-то проблемные моменты, в которых, ну, в которых, в которых вы сами, там, не смогли, не смогли сформировать, скажем так, ну, с точки зрения, да, какую-то, какую-то позицию не смогли сформировать, вот. И, собственно, собственно говоря, опять вам неприятно. И это, опять же, это, опять же, вполне может помочь реализовать психологу. Вот, ну, проработать, чтобы вы были полностью, да, чтобы вы как-то легче, легче, лучше относились к себе, чтобы легче, легче, лучше понимали, может быть, себя в этих ситуациях неприятных достаточно, да. Вот, и видели, видели, вот, как раз, что требуется от вас, да, что нужно вам, вот, чтобы как-то, вот, на это реагировать, ну, в меньшей степени, негативно, да. Вот, то есть, если вы, например, чувствуете, что вас за что-то осуждают, или вам приписывают, приписывают что-то, что-то, чего, чего вы, там, грубо говоря, ну, не делали никогда, да, или, там, не хотели делать, или что-то еще, Ну, вот, если какая-то такая ссора, вот, вот, то, как я думаю, как я думаю, нужно посмотреть, какой конфликт это ваш скрывает, задевает тогда. Вот, это, ну, найдется, найдется, конфликт вам в себе найдется. Вам нужно будет всего разрешить, вам нужно будет, как-то, вот, ну, прожить какие-то чувства, которые у вас по этому конфликту, ну, возникли, да, которые у вас по этому конфликту присутствуют. Ну, вот, и все, и вас не будет, вас не будет это задевать. Я думаю, я думаю, что, вот, задевает нас то, и тогда, когда мы как-то вот не реализовываем то, что нам хочется. Когда мы запрещаем себе делать что-то, что нам хочется. Когда мы себя насилуем, когда мы себя заставляем, то есть, короче говоря, когда мы не свободны. Вот, клевета, в этом смысле, за исключением откровенно ложной, да, представляет себя именно это. И бороться с людьми, да, пытаться их заткнуть, пытаться их, там, как-то присвичь, присвичь, ну, это правда, борьба с витринными мельницами, за которые, в принципе, ничего, как бы, ну, ничего не ставят, не проигравших, не победителей, не проигравших в этих ситуациях. Я думаю, что, вот, ну, как-то, как-то в такой парадигме, да, вам нужно двигаться, ну, на мой взгляд, по крайней мере, по-моему, мне нужно вот в такой парадигме вам двигаться. Вот. И тогда ситуация нормализуется. У вас. А еще, вот, ну, люди начинают какую-то активность свою, просто потому, что видят какую-то реакцию, ну, вашу ответную реакцию на это. Они видят, что это имеет реакцию и продолжают это делать, чтобы получать, ну, чтобы получить эту самую реакцию, просто потому, что они, условно говоря, хотят, вот, эти люди хотят, ну, как-то чувствовать себя более значимыми, важными, а мы обязательно несут какую-то свою идею. Идею, ну, вот, в любом случае у них есть уверенность и довольно серьезная уверенность. Есть, вот, в том, что они, в том, что, что они действуют правильно, в том, что они действуют верно, в том, что они идут, вот, ну, правильным путем, понимаете, да, какая штука. И все, если вы не будете на это реагировать, то всякая мотивация, всякая мотивация, она пропадает, просто пропадает. Но к этому, поймите, пожалуйста, к этому, к этому нужно, нужно прийти. Вот, именно, что к этому нужно прийти. Как бы, само собой, само собой, это не нормализуется. Как-то так. И последнее, на что было, хотел бы обратить ваше внимание, это то, вот, говорите ли вы людям сами, то, что вот вам, ну, не нравится, не хочется, по-моему, догнаться. То есть, если у вас вот такой момент. То есть, очень важно, кстати. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. 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 Продолжение следует...